Существует много всяких разных упражнений. Можно, например, отжиматься. Ну, либо можно подтягиваться, если вы, конечно, можете. Но, может, это все же перебор. И вы не можете делать эти упражнения. Ну что, давайте найдем какую-то альтернативу. Эх, да, мне всегда нравилось играть в теннис. Но, вот посмотрите. Забор. Нужно арендовать место. Нужно ракетки, мячи, все это. Нужно еще придумать, с кем это поиграть в эту игру, да? Ну что ж, давайте подумаем, как это все обойти или переиграть. Ну что ж, решением у нас будет следующий экземплярчик. И, знаете, ребят, у меня никогда не было возможности играть в теннис. Хотя бы не хотелось. Но, ну, просто, знаете, просто потому, что не было возможности, как у многих из нас. И, вы знаете, нашел я в местном Декатлоне одну интересную вещицу. Которую, конечно же, я сейчас вам покажу, что это из себя представляет. Это, вот, знаете, самое настоящее, четкое, простое решение, разрешение ситуации. Потому что, если вы не хотите бегать, прыгать и так далее, какие-то упражнения более серьезные делать, то, вот, как мне кажется, это такая вот легкая тренировка, которая одновременно может являться и нормальной, серьезной тренировкой в зависимости от интенсивности. Итак, давайте посмотрим на такое вот устройство, которое называется тренер тенниса. Погнали! 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 Here's my couple, but no, 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 she's not going to play. And here's the racket. That is our solution. Let's go. There you go. Да, ну и обратите внимание, что в данном упражнении, когда вы будете размахивать ракеткой влево-вправо, нужно очень хорошо подготовиться к исполнению подобных вещей. Так вот, таких вот пируэтов, можно сказать, потому что здесь увлекаются и локти, и плечи, и это все нужно хорошенечко размять. Это обязательно. Ну и обратите внимание также, если на улице холодно, то нужно одевать достаточной длины носки, потому что нужно также думать о своих связках, чтобы те впоследствии не полопались, не потрескались, не разговаривались. Это очень важно. Если холодно, то нужно хорошенько одеваться. Если честно, игра, конечно же, на первый взгляд кажется прям вот очень простой. Ну просто что, мячик летает влево-вправо, бьешь его туда-сюда. Выглядит действительно просто, но на самом деле, когда ты берешь ракетку и понимаешь, что вот сейчас нужно так, чтобы мячик летел ровно, еще и возвращался туда же, в это же место, чтобы тебе особо не бегать влево-вправо. То есть это прям вот занимает время. И как мне показалось, занимает это промежуток времени примерно 20 минут. Это из моего личного наблюдения, также из наблюдения за тем, как играла Настена, те же как-то какие-то знакомые играли. Тут самое главное, вот очень правильно размещать ракетку, держать ее немножечко больше за горло, скажем так, чтобы создавался вот такой вот определенный рычаг. Ну и, конечно же, чтобы мячик ударялся в центр самой ракетки. Тогда мяч будет ровно возвращаться, улетать и возвращаться все как надо. Вы будете контролировать четкое направление движения мяча. Сейчас, конечно, на правой я уже прям очень хорошо играю, на левой так тоже нормально. Но, правда, у меня был долгий очень перерыв, я не играл. Но, в общем, сейчас я возвращаюсь, скажем так. Обещаю. Субтитры сделал DimaTorzok Если честно, то в эти игрушечки я уже не играл. Уже чуть больше года, получается. Да, очень неприятный ивент у меня произошел в прошлом году. Когда, как вы знаете, если те, кто следит, то знают, что в прошлом году у меня произошел разрыв связки. Да, это было очень неприятно. Именно поэтому сегодня я еще раз упомянул видео о том, что нужно закрывать ногу, в частности, связки. В частности, если на улице холодно, я еще раз говорю, нужно хорошенечко одеваться, чтобы все связки были покрыты, чтобы они не замерзали, не дубели и ничего впоследствии не разрывалось. То есть, так получается, что вот в прошлом январе, как раз после игры в этот теннис, да, у меня разорвались связки на ноге. Но здесь, конечно, сразу скажу, ребят, не пугайтесь, пожалуйста, это произошло не именно из-за тенниса. А это произошло из-за того, что я играл в футбол. И, в общем, футбол с маленькими детьми. Мы бегали, прыгали. И, в частности, из одного прыжка там у меня все это, в общем, порвалось. Но это не было конкретно из-за тенниса. И вот поэтому спустя вот год я потихонечку возвращаюсь. Примерно полтора-два месяца я начал потихонечку бегать. Было много разных попыток, но все они приводили, так или иначе, к не очень положительным ощущениям. И все-таки это случилось. Я сейчас уже могу прыгать, как вы видите, да. Это все случается, знаете как, я с одной ноги в никаком случае не отталкиваюсь. Я отталкиваюсь как-то, вот знаете, вместе, потихонечку. И, в общем, сейчас нога уже более-менее работает, и я очень этому, конечно же, рад. Вот. Поэтому еще раз говорю, ребята, чувствуйте свое тело максимально. Наше тело дает нам все необходимые сигналы для того, чтобы мы поняли, что что-то не так. Поэтому эти все сигналы игнорировать нельзя. Знаете, как у меня всегда был режим Супермену. Я всегда думаю, вот я самый сильный, самый крутой, самый там, самый-самый. Все могу, все прыгаю, весь спорт, совершенно любые активности, все это для меня. Но, в общем, по факту, надо разумно подходить к любому делу. Поэтому, все-таки, да, не зря мы взрослеем и становимся мудрее, умнее. Ну, там эта вся территория, это Гонконг. Но она специально разделена болотами, как вы видите, чтобы эта пограничная зона как-нибудь... Чтобы это все имело четкое отделение физическое. Ну, в Гонконг уже все влился, Китай практически. Заберут его, забрали уже потиху, уже что забрали. Ну, с другой стороны, забрали свое. Но Гонконг выпускам, я думаю, это не очень понравилось. Субтитры сделал DimaTorzok Удивительно, конечно, как это все, знаете, бывает. Вот живешь, казалось бы, да, и не подозреваешь, что есть такие вещи, которые тебе могут быть интересны, но ты даже не знаешь про их существование. Так, например, про этот теннис я вот вообще не представлял себе, что это такое. Я просто, знаете, шел мимо парка. И здесь нет, если вы вдруг подумаете, что здесь все в Китае так играют эти штуки. Я так понимаю, что это все-таки штука из декатлона. Понятно, что китайцы в основном все это копируют и сразу же адаптируют. Но, тем не менее, в Китае не видно такого, чтобы люди там играли в эту штуку. Но в прошлом году, вот как я сказал, просто мы проходили через парк, и я увидел, знаете, вот эту вот картину. Играет женщина, она отбивает туда-сюда, вот это все происходит. Я смотрю, мячик летает, возвращается, а нитку не видно. Мячик возвращается, думаю, нифига, это что такое, это как-то. Естественно, мы сразу же и стали подходить, смотреть, что там такое, как это все работает. Я, знаете, вот как говорится, hooked in seconds. Вот прям вот меня вовлекло прям вот с первых же секунд. Потому что это прям, ну, прям потрясло. И, конечно же, я сразу же решил этим заниматься. Конечно же, я сразу же сказал себе, о, блин, надо себе такую штуку тоже купить. И буду тоже так же тренироваться. Это очень просто, это очень удобно, просто найти вот совершенно любое место. Даже вот здесь, вот где я сейчас нахожусь, можно, кстати, как-нибудь сюда прийти и тоже прикольно снять. Может быть, с дроном. Да, было бы интересно. На фоне Роблифа еще. Или на фоне вот этого вот, да. Здесь, кстати, Гонконг, вон там вот эти горы, все видите, болот там всякие. Это разделение границ. Ну вот, получается, вам нужно только найти площадку и желание, и все. А этот наборчик стоит, там вот ракетка стоила, там 70 юаней. Ну, сейчас где-то там, наверное, тысяча рублей примерно, да. Ну, в зависимости от ваших личных потребностей, скажем так, какую вам дорогую нужно, дешевую. Вот, слишком дешевую не берите, дорогую тоже не обязательно. Я взял средний ценник и все, и рад, и счастлив. Все работает, все хорошо. Вот, и это первое. Также хотел, знаете, вот провести аналогию с сайклингом. Вот ускорение на велосипедах, вот эти все групповые тренировки под музыку на велосипедах, спортзалах. Вот, это вот тоже была очень интересная ситуация, когда меня пригласили на такую тренировку. Одна моя знакомая, она позвала меня, приходи, вот будет там корейский товарищ, корейский тренер. И он, значит, будет проводить такую открытую тренировку. Приходи, попробуем. Вот. И, вы знаете, тоже самая картина произошла. Я думаю, блин, офигеть, как круто. Я сразу же понял, что это мое, вот это точно мое. Я сейчас буду ходить, так и произошло, я стал ходить на эту тренировку постоянно, посещать. Это как раз еще и проходило в зале, где я тренировался. Ну, и буквально там прошло пару месяцев, я ходил, стал целенаправленно собирать уже свою музыку, собирать уже свои упражнения, как я буду, значит, это все, как я это все вижу. Потому что, знаете, по ощущениям сразу же все понимается, как оно должно быть. Ну, так и произошло, мои уроки были супер популярные. Я в течение полтора где-то года, получается, около двух лет, я тренировал эти вещи в Китае и тренировал других. Мы собирались, куча было залов, которые меня постоянно звали. Приходи сюда, приходи к нам, проведи вот эту тренировку и так далее. Я ездил, даже плакаты печатали со мной. Я был на плакатах, там, знаете, такой, так было прикольно вообще. Необычно, очень классный, интересный опыт. Это прям классно. Благодарен за возможность Тен Шен Фану, спортзалу, который назывался... Ой, как же он назывался-то? Юнь, как-то он назывался. Юнь, Юнь, Юнь. Юнь Тим, по-моему, он назывался. Забыл, надо же уже, забыл. Вот. Ну и, в общем, серия разных тренажерных залов. И, знаете, я лишь хочу сказать, если вдруг вы тоже любите тренировки на велосипедах, в частности, такие тренировки, которые связаны с ускорениями, вот такие под музыку, такие чуть ли не акробатические пируэты там исполняются иногда. Сложность, реально, у меня вот там сложности я повышал постоянно. Это было очень круто и очень было весело. Весь такой сухой был, офигеть, с прессом, так вообще классно было. И это было все интересно, но в силу того, что занятость у меня была этих тренировок 7 дней в неделю, понимаете, 7 дней в неделю, каждый день я ходил на эту тренировку. Сама тренировка длится 50 минут, там плюс заминка-разминка. И получается, что это много, да. Плюс я еще после этого всего еще и сам тренировался, еще плюс-минус 40, там, может даже 50 минут. Вот. Несмотря на то, что каждую тренировку я снимал в футболку и шорты и просто вот так, знаете, выкручивал, прям лило. О, пот. Офигеть, как классно было. Но колени мне потом сказали. Колени мне потом сказали, ты куда? Ты куда летишь-то? Куда ты помчался-то? Давай это притормози. А я тогда еще считал, что в Америке, в некоторых штатах уже запретили сайклинг, что это слишком опасные тренировки для колен. Вот. Но якобы по ощущениям своим, знаете, руководствовался такими сигналами от себя. И, в общем, вовремя остановился, снизил количество этих тренировок. Вот. Ну, а потом я уехал из Ченду и как бы вообще перестал. Здесь в Шенчжене потом стал тоже. Проводил некоторое время еще здесь в Шенчжене тоже эти тренировки, тоже в зале. Ну и как-то все. Завяло. Потом я в Шенчжене здесь тоже хотел еще продолжить, а никто не брал иностранцев. Просто иностранцев не брали на отказ. Вот. Поэтому в Ченду с этим было проще. В Шенчжене стало в этом плане сложнее. Ну и как-то я от этого так потихонечку и отошел. Но было очень круто. Ну что, ребят, хотел я сегодня сделать для вас вот такое отвлеченное видео, знаете, на совершенно другую тему, чтобы мы перестали, как-то, знаете, вот фокусироваться на этих проблемах. Ой, с утра до вечера, конечно, мы говорим о происходящем. Но, так или иначе, молодцы, что досмотрели до этого момента. Вот. У нас здесь внизу все стоят в очередях, все стоят на тесты в Паранабесе. Можно было, конечно, показать, но как-то стремно туда лезть. Вот. Все, ребят, давайте будем с вами прощаться и возвращаемся к жизни. Все, всем пока. Ну а этот наборчик, теннис, я советую вам купить, приобрести. Это прям реально прикольная вещь и, главное, простая, не требующая каких-то серьезных вложений и усердий. Вот. Все на сегодня. Хорошо, всем, спасибо за просмотр, пока до конца этого видео. Я почти закончил мою снимку, и пожалуйста, забудьте подписаться. Спасибо снова, увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok